Привет всем! Ну что, я в Будапеште. Я не знаю, видно ли будет. Здесь едет подземная, подземка. Они её не называют метро, они называют Фёрд-Алатти, под землёй, потому что там неглубоко. Я иду в сторону Окту-Гона, немножко пройдусь. Хочу просто посмотреть, насколько что изменилось. Так тепло, уже 9 часов вечера, но так тепло-тепло, как у нас. Но я вам скажу, немножко влажность есть. Вот я чувствую, просто сравняю, по сравнению с Флоридой, здесь немножко влажность есть. А это не что-то за здание такое чёрное. Это, по-моему, Террор Хаас, это дом террора, музей там. Я хочу туда сходить, я там ещё никогда не была. Ну, наверное, уже дождусь, когда с Малой поедем, потому что ей тоже хочется посмотреть. Там, где бывшая КГБ, их не было, там тюрьма была, застенки всякие. Короче, Савдапия. Это трешка Савдапии. Красиво, тихо, спокойно здесь. Я сняла очень недорогой отель. Вообще, капец, я удивилась, насколько недорого и в каком классном месте он. Просто аж не верится за цки и за копейки. Вообще, за копейки. Фактически, он мне бесплатно обошёлся, если так посчитать, что я на билетах сэкономила. Ну, я здесь буду только один день, вот, поэтому я не хотела ничего такого фэнси. Но клёвый отель, хорошая комната. Там даже беда есть в туалете, прикиньте. Обычно они их не вставят. И мне дали, кстати, я заказывала одного, односпаленную, а мне дали двуспальную. Двуспальный номер. Он дороже, ну, вот так далее. Короче, я рада. Так, иду, похожу, посмотрю, что здесь есть. В прошлый раз я приезжала, мне не нравилось, вообще не нравилось. Так, фрайдейс. Фрайдейс открыли здесь. Так, ждём перехода. Это октагон, это типа восьмиугольник по-другому. Ну, означает октагон. Ну, как бы центр города. Там едет трамвай, вот, перпендикулярно едет трамвай. И здесь метро. Короче, вот вдоль этой дороги вот так едет метро. А вот так едет трамвай. Всё, идём в зелёный свет. Я немножко, камера немножко дёргается. Я не знаю, как будет видно, потому что вечер. И не знаю, какое качество будет. Но я просто хочу показать немножко здесь. Я не буду сейчас далеко идти, потому что мне очень рано остывать. Ещё надо на завтрак сходить к ним. Мне надо, короче, у меня дела завтра. Поэтому я сегодня не гуляю. Я чуть-чуть только вышла посмотреть. Может, что-то куплю попить. Потому что пить нечего вообще. Кушать не хочу. Старбакс. Старбакс. Не люблю Старбаксов. Старбакс. 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 Доллар был по 224. А здесь... Здесь закрытое, и нету курса. Очень мало народу на улице. Тут уже, наверное, потому что поздно. Короче, я не в ту сторону. Я иду в сторону оперы. Там интереснее, там красивее. Здесь нечего делать. Я вот шла бы в сторону вокзала. Нюготы. Как он... Западный. Западного вокзала в сторону. Пойду в сторону оперы, а потом назад. И пешочком пройдусь. Не хочу я на метро ехать. Погода шикарная. Вообще, говорю... Я вот смотрела прогноз погоды. Было бы холоднее. Обещали холоднее. Но сейчас так хорошо. Супер. Немножко грязно. Не немножко, а хорошо грязно здесь. Грязный город. Раньше было чище. Я хорошо знаю центр, но я немножко... Ну как? Я немножко уже давно была здесь. Я не очень помню. Я название улиц не помню. Я никогда их не помнила. Только там некоторые улицы. Так я не... Не помню. У меня батарейки. Я сейчас буду заряжать их. Потому что у меня уже они... Все. Это последнее. Не знаю, на сколько хватит сейчас. Здесь помощь просить можно. Помощь. Вот такая фигня. Короче, 112. М-2 номер. Если какая-то помощь нужна, то и звонить отсюда. Всякое бывает. Это Макдональдс. Не, это бургерки. Там когда-то был интернет-кафе. Здесь красиво, но грязно, я вам скажу. Ну, сегодня вижу, мусорники вывозят, выставляют. Может, поэтому... Кафе пустые, прикиньте. Я не знаю, хочу я в кафе, не хочу. Потому что я спать не смогу, если я кофе выпью. Наверное, не пойду. Уже завтра пойду. Я сегодня такая сонная была. Я пока ждала свою пересадку. Я там на стуле засыпала. Я думала, что я чокнусь. Потому что я не выспалась прошлой ночью. Два часа спала. Потом в самолете кемарила так. Непонятно как. Так, здесь там тоже кафе на той стороне. Кафешки. Много кафешек. Немножко поменялось. Названия меняются. Истерия. Кремерия. Ну да, еще истерика. Мороженое. Истеричное. Комплексный обед за 10 евро. Очень недорого. Совсем недорого. Надо куда-то сходить. Но я уже хочу какое-то такое место покрасивше. Сюда не хочу. Где-то около Дуна я вот туда. Короче, посмотрим. Я не знаю, как у меня будет со временем. Потому что у меня завтра дела. Тоже кофе и бургеры. И еще одно кафе. Лангуш, папа. А, лангуш это вкусная такая фигня. Но жирная капец. В масле жарят. Такое тесто дрожжевое. Блин такой. Ну, вкусно, я вам скажу. Но это так. Это можно раз в год кушать. Потому что это 3000 калорий. И удар по печени. Тоже какое-то кафе. Вот такое. Кушать можно. Недорого здесь. По нашим меркам совсем недорого. Но для венгров я скажу дорого. 10 евро. Покушать, может, в принципе, не всем дорого. Как посмотреть. Так. Погода шикарная. Немножко ветер есть. Но очень-очень тепло. Люди вон в футболочках. Я взяла курточку, ветровочку с собой. Грязный город. Капец грязный. Завтра пойду туда, где я жила. Покажу вам, где я жила. Если у меня получится. Если нет, то через пару дней схожу туда. Я буду очень занята. Пару дней. Я пробовала подключиться к интернету. И в Стамбуле, и в Будапеште ничего не получалось. Короче, ни мой лаптоп, ни мой телефон не хотели Wi-Fi подключать. Я расстроилась, потому что мне надо было проверить там кое-какую информацию. Ой. Теперь надо сидеть вечером и это делать. Еще туристы. Я вам скажу, здесь на шоппинг ходить нельзя. Здесь все очень дорого. У нас оно все... Ну вот, например, сумки ГЕС. У нас их носят мексиканцы. А здесь они популярны и очень дорогие. Бербери. Так, здесь Луи Витон сейчас будет. Ну вот он. Вот не люблю, чего не люблю, вот его не люблю. Опера. Опера. Красивый оперный театр. Такое. Здесь можно тур взять в оперный театр. Но они довольно дорогие, эти туры. Лучше сходить на оперу и сразу и тур себе посмотришь все там, и оперу посмотришь, или балет, или что. А я не знаю, сколько здесь билетов. Я знаю, что в Украине очень дешево билеты. А здесь надо посмотреть, что я вообще понятия не имею. Прикиньте, я здесь... Я жила здесь 17 лет. И я ни разу в опере не была. Ни разу. Позор и на мою седую голову. Позорище. Я с малой уже пойду, потому что... Ой, у меня родственники здесь живут, на соседней улице. Надо будет зайти. Красиво здесь. А мы жили за оперой. Тоже еще когда-то раньше. В хорошем месте. Всегда в хороших местах жила. Так я уже дальше не пойду. Иду назад. Иду вокруг. И, короче... И домой, баиньки. Смотрите, как красиво, да? Что-то... Какую-то премьеру дают. А что это? Короче, не важно. Не пойду все равно сейчас. У меня ни времени, ни желания сейчас на такое нету. Вообще. Ну, вот это все... Это метро. Ход метро. Вот, оно желтого... Желтая линия. Фёрд Алатти. Под землей означает. Она едет в сторону... Фёшек Тере. В сторону этих... Сычени, Фёрды. Как оно? Не бассейн, а купальни Сычени. Вот это туда надо. А когда ехать в сторону Вацлица, то туда надо. На той стороне надо. Около оперы садиться. Кстати, билеты здесь проверяю. Здесь зайцами не поездите. Лучше не надо. Капец, штрафы большие. Капец. Так что лучше не... Не рискуйте. Билеты довольно дорогие. Но если покупаете билет на день, или билет на три дня, или билет на неделю, очень недорого получается совсем. Потому что билет стоит где-то... Где-то полтора доллара, или как-то так. Я не помню. Я посмотрю завтра. Завтра я буду покупать билеты. И я посмотрю. Потому что я знаю, что на день очень недорого выходит. Где-то пять долларов за день. Как-то так. А за неделю... За три дня можно купить. На три дня, на неделю и на месяц. Короче, намного выгоднее покупать билет на день. На три там... Или, ну, вы можете и на четыре купить. И на пять. Как вам там надо. Просто... Вы там еще даты устанавливаете. И от какого... До какого числа вам годны. Короче, удобно. Здесь удобная система. И билеты можно сразу даже в аэропорту купить. И платить карточкой. Там стоят около автобусной остановки. Выходите из аэропорта сразу автобусная остановка. Сразу. Вот. Она там одна. Там больше нет автобусов. И оно то, что надо. Она довезет до метро. И от метро уже в город. Очень-очень просто здесь добираться. Вообще капец просто. И на остановке стоит. Да даже в аэропорту есть будка там, где... Ну, не будка, а... Короче, паильончик. Там можно купить билеты. Ну, можно и на остановке. Карточкой можно платить. Но я купила трансфер, шаттл, потому что я не знаю. Я, ну, я не знаю, когда я назад еду и откуда. Потому что мне, короче, надо еще согласовать там одно дело. Я еще не уверена. Поэтому я купила с открытой датой на год этот билет хороший. И только в интернете надо потом за 24 часа надо, короче, заполнить, когда ты хочешь, где тебя, чтобы подобрали, когда ты едешь назад. Вот, и я поэтому купила трансфер, шаттл. Очень недорого, 29 долларов туда и назад. Это по пятнашке где-то вышло. Это очень дешево, дешевле, это на человека. Это дешевле, чем такси. Ну, конечно, если у вас двое-трое, то такси будет дешевле. Но не имеет смысла, честно говорю. Потому что на автобусе, если вы садитесь в аэропорту, на автобус, это конечное. И конечное будет около метро. Там недолго ехать, минут 15-20. И он дальше не едет. Он прям подбирает в аэропорту, довозит до метро синего. И от метро вы уже едете. Тоже очень-очень легко ориентироваться. Куда вам надо, вы там уже смотрите. В онлайн можно карточку. Ну, не карточку, как бы. Карту, посмотреть карту метро. Очень просто. Здесь такая простая система. Метро вообще капец простая. Очень-очень удобная, кстати. Хорошо, что я прошла с вечером. Буду хорошо спать. Но я и так буду спать хорошо. Отрублюсь, как это. Но жалко, я не нашла магазина. Ну, ничего. Уже обойдусь. Пойду спать. Лягу пораньше спать, чтобы выспиться. Такая кафешка. Неплохие здесь кафе. Неплохие. Но очень тёмно как-то сейчас здесь. Лампы есть, но всё равно как-то... Вот в этом... Раньше здесь как-то посветлее было. Я не знаю, почему сейчас так... Магазин... Часов, что ли. Фигни всякой, короче. Менять деньги в аэропорту не советую. Разве что там 10 долларов. Не советую. Так, California Coffee Company. А что за кофе из Калифорнии? Я вообще понять не могу. Какой кофе в Калифорнии? Что за фигня? California Coffee Company. Книжный магазин. Надо будет зайти. А вот там Калифорния Coffee Company. Туристов навалом. Ну, здесь приезжает, по-моему, миллион или два миллиона туристов в год. Поэтому туристов здесь много всегда. Какой только язык не услышишь. И русский, вы не только что послышала, по-русски говорили. И какие хочешь. Не знаю, какое видео будет по качеству. Потому что в темноте они как-то не очень любят эти камеры хорошо работать. Ну, в принципе, должна хорошо работать. По идее. Магазин тканей. Магазин одежды. Все закрыто. Уже 9 часов. Чем-то уже. Полдесятого, наверное. Здесь есть часы. Но они показывают 12 ровно. А это, короче, сломались. Потом еще здесь есть часы где-то. А я не помню где. У меня телефон есть. У меня лень вытаскивать его. Так. Интимистами. Кстати, неплохое белье неплохое. Интимистами. У меня купальник их был. Ну, пару еще. Очень неплохое качество. Ну, конечно, оно и все не очень натуральное. Но довольно красивое. Так. Я не поняла. А зеленый? Чего я стою? Вот здесь едет трамвай. Здесь едет трамвай. Так. Быстренько-быстренько. Вон. Вот так едет трамвай. Перпендикулярно метро. Говорю, очень хорошо здесь передвигаться. Очень простая система. И пешочком все очень близко. Вы можете в районе Октугона снять отель или квартиру. И пешочком и до Вациутса недалеко. И до Базилики. И до... Ну, в воду вы, конечно, пешочком... Туда тоже можно пешочком по мостику. Но лучше не надо. Туда метро ездить. Так. Скоро я уже приду в отель. Суши. Кстати, здесь был очень клёвый суши-бар. Ешь сколько хочешь назывался. По-моему, 20 долларов по тем временам было. И что было довольно дорого для венгров. И там сидишь, а суши мимо тебя проезжают на такой, ну, как бы, двигающийся лента. Холодильник. Ты открываешь дверцы и выбираешь себе, что хочешь. Там и суши, и терияки, и что-то. Только не было. Дофига всего было. Вообще, очень вкусный лосось был. Терияки. Вообще, обалденно. Но я что-то не нахожу теперь этого ресторана. Ладно, всё, отключаюсь. Потому что уже здесь нечего смотреть. Через пару дней продолжу. Всё, всем пока. Всех целую. Чао. Субтитры сделал DimaTorzok